Всем привет-привет! Черная пятница продолжается и сейчас мы выкатим из ангара машину, название которой мне лично очень сложно произнести. Я, честно говоря, даже специально открою полное название и попытаюсь его прочитать. Canon Jack the Panzer. Больше я этого делать не буду. Буду называть ее просто ПТшкой. Она сейчас есть на продаже в списке тех машин, которые вывалили на продажу в честь Черной Пятницы разработчики. И, в принципе, есть всего две ПТшки на выбор. Это TS5, которую, честно говоря, врагу за голду не пожелаю. Я бы рекомендовал данную машинку получать исключительно бесплатно из какого-нибудь контейнера. Возможно, тогда радоваться только лишь потому, что вы не потратились на нее. Хотя есть люди, которым она заходит. Мне лично TS5 не нравится. Ну, как-то вот, не знаю, не подходит она мне. А вот эта машина немножко повеселее, но тоже далеко не принцесса. Скажу откровенно, я эту машину по глупости своей покупал в свое время вообще не за 6 тысяч голды, ребята, и даже не за 12 с половиной. Я умудрился эту машину купить за 20 тысяч голды с какими-то там плюшками. Мне в наборе даже дали вот этот смайлик, нафиг не нужный. И честно говоря, я до сих пор очень сильно расстроен, что столько голды на машину слил. Я не буду долго о ней рассказывать. Обзор на канале есть и в течение видоса я вот здесь вот наверху обязательно добавлю ссылочку. Я стараюсь сделать честный обзор и показывать машины такими, какие они есть на самом деле. Не снимать огромного количества видео, не делать из них красивых нарезок и не рассказывать, что вот так будет машина играться вашими руками, если вы среднестатистический танкист или начинающий игрок. И скажу вам откровенно, данная ПТ-шка абсолютно не для новичка. Она настолько неживучая, она настолько картонная, что, ребят, отыгрывать ее дано не всем. Мне вот, допустим, на все 100% ее отыгрывать, к сожалению, не дано. Хотя потенциал у машины, безусловно, есть. Что, ребят, могу сказать еще? Еще могу сказать, что могу предложить вам с самыми лучшими условиями и возможностями выигрыша розыгрыши на моем канале, которые я планирую. Если вы за честные обзоры, значит вы за честные розыгрыши. А если вы хотите поучаствовать в честном розыгрыше, в котором шансы ваши гораздо выше, чем открывать контейнеры в магазине Wargaming или участвовать в розыгрышах каких-либо других обзорщиков, обязательно переходите по ссылочке, которая сейчас появится сверху и посмотрите на условия моих розыгрышей. Возможно, вас это и заинтересует. Ну что, начинаем потихоньку шотить по противникам, начинаем заценивать ПТшку, именно такой, которой ПТ должна быть. ПТшка не продавливающее направление, ПТшка исключительно кустарная. Если вы за кустарный геймплей, который я лично не осуждаю, потому что каждому свое место в бою. И не надо рассказывать, что те, которые сидят по кустам, для боя абсолютно ничего не делать. Вот когда кто-то сидит на тяжелом танке в кустах, вот это уже смущает. Когда ЛТ вместо того, чтобы ехать и немножко подсветить, прячется в кустах и пытается ПТшить, это смущает. Ну а когда вы, ребята, находитесь в кустах, потому что вы картонная ПТ, и ваша задача именно ПТшить и накидывать с расстояния, то будьте добры этим и заниматься. И что самое интересное, что данная ПТшка, она это может. И у нее это получается, и получается у нее это действительно классно. Сейчас я тупанул, слишком поздно выстрелил. Заехали в корму. К сожалению, тяжелые танки, но тяжелый танк в лице одного нашего союзника, ровным счетом на направлении ТТ, ничего годного не сделал. Он просто уехал вместе со всеми. Честно говоря, не совсем понимаю, на что рассчитывая. И безусловно, сейчас ПТшка данная покажет себя во всей красе в виде трупа в игре. И труп один из первых. Это связано с тем, как я уже говорил, что картонная броня, которая просто отсутствует как понятие в данном аппарате, она действительно берет свое. Я не буду вырезать данный бой, потому что это часть жизни данной ПТшки. Мы просто досмотрим с вами бой до конца, но и, соответственно, закинемся в следующую каточку. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, братцы, благодаря нашим союзникам бой закончился победой и огромное им за это спасибо. 642 единицы нанесенного урона далеко не предел для данной машинки, понятное дело. Просто не посчастливилось нормально накидать, потому что заехали в корму и тупо разобрали. Третье место с конца по нанесенному урону. Ну и, честно говоря, не совсем показательно. Поэтому просто перепрыгиваю назад к возможности выйти из ангара и, соответственно, побежали дальше в бой. Как я уже сказал, предыдущий бой я вырезать не буду. Не буду его вырезать по одной простой причине. Потому что, если вы хотите понять, как машина себя показывает в бою, вам необходимо посмотреть, как она играется от А и до Я. И не надо рассказывать в комментариях по поводу того, что у меня руки растут не оттуда, откуда надо. Руки растут оттуда, откуда надо. Вопрос заключается в том, что не могут все 100% боев быть результативными. Не может быть такое, что прям тебе со всеми твоими союзниками повезет. Не может быть такого, что против тебя будут играть только те соперники, с которыми ты можешь справиться. И поэтому такие фейлы тоже встречаются. А на данной машинке они встречаются довольно часто, к сожалению. Потому что, к очень большому сожалению, понятие броня этой машине просто-таки чуждо. Она не знает такого слова. Нет в ее лексиконе слова броня. В ее лексиконе есть нормальная подвижность, как для ПТ. В ее лексиконе есть точное орудие. В ее лексиконе есть вполне-таки себе сносная альфа. Вот ровно как нет понятия броня, нет понятия нормального УВНа вниз. И к этому тоже необходимо будет каким-то образом привыкать, но и пытаться с этим что-то делать. Сейчас попытаюсь вылезти еще раз на горку, потому что по-другому я просто не могу ни в кого прицелиться. Вот все вот эти товарищи, они для меня абсолютно не видны. Но вот этого брата сейчас отправим в ангар и сразу будем прятаться, для того, чтобы в ПТ-34 сейчас не попасть. Которая сразу повернула башенку, но и начала потихоньку пытаться меня найти в своем прицеле. Слава богу, КД в 7.7, оно действительно позволяет отыгрывать прикольно. А подвижность машинки позволяет, ну я бы сказал, довольно-таки вовремя и довольно-таки часто прятаться, откатываясь назад. Поднимаемся чуть выше, к сожалению, проскочил браток с ноготок. Прячемся еще раз, потому что Т-34 не исключено, что дальше нас контрит. Возможно, придется нам немножечко переехать. Не знаю, ушел ли я сейчас из-за светом, по таймингу сейчас не совсем прочувствовал. Не исключаю вероятности, что я еще свечусь. Сейчас бросил, ну вот честно, исключительно психанул. Очень сильно боялся, что товарищ уедет, и я в него не успею накинуть. Но, благо, как я уже говорил, КД позволяет побаловаться. И, соответственно, даже если вы сделали какой-то лишний шот, то ничем страшным для вас это не закончится. Сейчас поедем, посмотрим в прицел на семерку СМВ. Вообще, вот эта веточка довольно-таки бронированная. Но, насколько бронированная она в прицеле конкретно этой машины, мы сейчас увидим. По корме, понятное дело, ничего страшного мы не увидели. Ну, а что касается лба, я так понимаю, заехать не судьба, уж простите. Будем добирать товарища, дабы получить победу. Что-то, безусловно, в этой ПТшке есть. Я не могу сказать, что она прям совсем никудышная. Но живучесть у нее очень слабая. И я бы остро не рекомендовал данную машинку прям всем-всем-всем. Порой на ней очень-очень грустно играть. Порой на ней ты чувствуешь себя просто каким-то там, я не знаю, тушей для битья или каким-то маленьким мальчиком, над которым тупо все издеваются. Потому что, когда тебя начинают разносить, понятное дело, тебе становится это дико неприятно. Но когда разносишь ты, вот это уже становится приятно. И быстрое КД с довольно-таки немаленькой альфой вам в этом будут однозначно помогать. Наплевательски сейчас отношусь, честно говоря, к тому товарищу, который мне в корму забрасывает. По одной простой причине, потому что хотел забрать этого брата. Но, к сожалению, наверное, была моя стратегическая ошибка. Оставил бы больше хп-шки себе. В любом случае, это победа, однозначная победа. И мы сейчас посмотрим с вами на результаты. Что хотелось бы отметить? Подвижность у машинки классная не только. Ракуя назад. Но и довольно классно получается передвигаться на ней и входить в повороты. Мне это очень сильно нравится. На ней можно действительно неплохо менять свои позиции. И менять, скажем так, кустики, за которыми вы будете прятаться. Что касается урона. Урон 1474 единицы. Один сделанный фраг. Мы набили с вами серебра с учетом према всего лишь 40 тысяч на восьмом уровне. Я не могу сказать, что это много. Но и в бою мы не сделали настолько много, как надо для того, чтобы получать огромные цифры по фарму. Но третье место в команде по урону свое мы взяли. Хотя с существенным отставанием от двух лидеров. Вот такая вот правда про вот эту вот ПТ-шку с очень странным названием. Ребят, я не знаю, рекомендовать ли покупать ее вообще и в целом. Возможно, если из всего списка всех автомобилей, которые сейчас выставлены на продажу, из годных, я имею ввиду, автомобилей, у вас уже все есть, то вы можете порадовать себя, потому что восьмерка за 6 тысяч это классно. Это реально классно, это приятно, это прикольно. В то же время, если у вас нет, допустим, того же самого Кейлера, я бы рекомендовал обратить внимание именно на него. Или если, допустим, у вас хватает голды, и вы по какой-то абсолютно необъяснимой для меня причине до сих пор не взяли себе Акулу, но я имею ввиду Т-54Е2, присматривайтесь к ней. А в целом, ребят, если из годных машин у вас в ангаре уже все есть, а этого красавца еще нет, то 6 тысяч голды, поверьте, это нормальный ценник для этой машины, и дешевле, я не думаю, что его будут продавать, по крайней мере, в ближайшее время. Он действительно стоит своих 6 тысяч. Как я уже говорил, я покупал его за 20, и по чесноку на сегодняшний день оценил бы его, ну, где-то тысяч в 7,5. Это тоже был бы нормальный ценник. Ну, а тот, который на него сейчас висит, это, ну, прям-таки чуть ли не халява. Вопрос в том, нужна ли вам такая картонная халява в вашу коллекцию, ну, и, соответственно, для того, чтобы ее катать. А на данный момент у меня все. Абсолютно честный обзор от абсолютно честного ютюбера. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам безумно благодарен и безумно рад. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.